Всем привет! Суд отложили до 28 ноября 2019 года в 16.30. Вообще все быстро решилось, я успел только зачитать одно ходатайство о ведении аудиопротокола. Судья мне разрешил, можно ли, так и спросил, вы разрешаете? То есть он у меня спросил разрешение, можно ли продолжить процесс. Паспорт, удостоверение инспектора и удостоверение журналисту у меня лежало на столе. Он их не затребовал, то есть он не удостоверил личность ни мою, ни представителя прокуратуры. Пришла некая женщина, не помню, Шиплецова что ли, не помню фамилия. В общем, я пытался проверить, удостоверить ее, то есть спросить удостоверение. Она не смогла предоставить и просто вышла из зала. Потом зашла вместе с судьей и у нее тоже судья Шестобитов ничего не спросил. Ни доверенность, ни удостоверение, ни паспорт, то есть никто никого не удостоверил и вот так в таком состоянии решили продолжить суд. И самое главное, у меня разрешение спросили, вы, говорит, разрешаете продолжить суд в отсутствие Балина? То есть Балина не пришел в суд, хотя был уведомлен об этом должным образом и не явился. Вот мне пытались повестку вручить, неизвестное лицо, то есть неизвестное лицо, и я потребовал тоже его удостоверить личность, он ушел и не явился. То есть повестка у меня на руках, я за нее нигде не расписался. То есть я не знаю, как это назвать вообще, непонятно, что происходит. Что еще произошло? В общем, я требовал продолжить заседание в отсутствие Балина, потому что у меня где-то вот столько, не знаю, сантиметров 10, ходатайс различных. Я хотел все их заявить. Судья Шерстобитов отказал, то есть представитель прокуратуры от города Сургута заявил, что дальше заседание продолжать невозможно, и потребовал перенести заседание. Ну и Шерстобитов удовлетворил ее просьбой и, в общем, перенесли заседание. Ну я там даже речь взял, сказал, что судья Шерстобитова высказал, говорю, вы нарушили мои права, вы не разъяснили мои права вообще. То есть он меня спросил, вам ясны права, я сказал нет. То есть нет ни права, он мне не зачитал и не разъяснил. И плюс он не удостоверил личности, я ему об этом тоже сказал. Он отмолчался и просто перенес заседание. Вот такие итоги, скоро будет видео, но видео заснять не удалось, потому что присутствовали даже представители Сургута Информ ТВ, журналисты, им тоже не разрешили снимать видео. Они подавали ходатайство письменное, и я тоже подавал, но мы их просто не успели зачитать и рассмотреть. Заседание перенесено. Видео нет, будет только аудио. Ну я там картинки, видеорядно наложил. Что, можно проходить? Да. Зашли в зал, 426 кабинет, провокации вроде нет. Присутствует телевидение Сургута Информ ТВ. Что-то прокуроров-то нету, представителей даже нет. Здравствуйте. Вы представили прокуратуру? Нет. Нет? Нет? Присажите, пожалуйста. Будет процесс, я представлюсь обязательно. То есть как должностное лицо вы оказываетесь? Вы не на провокации меня не прилимете. Это не провокация? Вот я представлюсь, когда следует застанавливать. Я просто не видел, у вас нету раздражения. Тихо, тихо, подождите. Режим тишины. Я вижу перед собой человека позвонок. Вы должны сновиться? Видимо, у нас судебное призвание уже закрыли. Да, да, все как раз там совещаются. Вот так легко и просто. Спасибо. Садитесь. Так, судебное заседание для осуществом рассматривается. Действительно дело по иску Долгакова, прокурора города Сургута. Блину. Второй ключик прокурору, прокурора Батлинки, Дениберисович. Вы нет? Не думаете, включает? Нет, прошу. Нет, нет. То есть, уже запрещаете. Судебное заседание проводится под председателем судьбы Шерстовикова, секс-треер, помощники К.Л. Шанавец, участие административного лица Булгакова, председателя прокуратуры обруга, Судебное заседания. Судебное заседание проводится с применением технической средств о том, как у вас судебное заседание. Разъясняется, если права участникам права участвовать в судебное заседание, который соседним материалом представленным судорожелом, решили суда. Право понятны? Судебное заседание права понятны? Нет, непонятны. Я бы хотел задать уточняющий вопрос по поводу своих прав. Два раза не повторяю, я вам сказал, имейте право в заключении с материалом обжаловать решение суда. Что еще вам произнесли? По поводу моих прав? У нас судебное заседание не явился прокурор города Сургут. Извещено ближайшим образом, причина явки неизвестна. Тем не менее, у нас крестуется судебное заседание представителя, прокуратура Константинского округа Григория Петровна Шагаина. Судом ставится вопрос о проведении возможности проведения судебного заседания. В данном случае, в сегодняшнем судебном заседании, без участия прокурора, может быть, сработает. Мнение ваше, естественно. Считаете, возможно, провести? Нет, невозможно. Требую вызвать прокурора в качестве свидетеля. Это будет у меня ходатайство отдельно, чуть позже. До этого я хотел бы заявить еще ходатайство. Во-первых, хочу заявить, что вы нарушаете мое право на защиту, потому что вы не разъяснили мои права. И второе, вы не удостоверили личности присутствующей. Вы не спросили у меня паспорт и не удостоверили, что человек напротив меня, женщина в синей рубашке с погонами на плечах, является представителем прокурора. Вы ей доверяете на слово, даже она слов не произносила, вы ей доверяете на вид. Все у вас. А дальше ходатайство? Ну давайте, заявляйте ходатайство. Так, ходатайство номер один. От заявителя человека Антона Николаевича Булгака в журнале СМИ «Законный порядок» «Лимой эфир» Инспектора общественного движения Общественного комитета по контролю с делами коррупционной направленности и реализации программы президента РФ. Блогеры и правозащитники, проживающие... Принимая во внимание, что введение аудиопротокола имеет существенное значение для правильного и объективного разрешения дела, руководствуясь статьями 204 и 206 КАС РФ, заявитель требует в процессе судебного разбирательства обеспечить введение аудиопротокола судебного заседания. Так, данное ходатайство было подано 5 ноября 2019 года и зарегистрировано в канцелярии под номером 101-74. Требую его удовлетворить это ходатайство. Идется? Удовлетворяйте. Идется протоколу Амрии. Добро. Все у вас? Нет. Так, ну давайте мы разрешим ходатайство о возможности проведения судебного заседания в Ахтусской прокуратуре. Все-таки я не выяснил мнение представителей окружной прокуратуры. Я смотрю, у вас там много? Да. Ну давайте тогда. Вот, что вы видите, это только начало. Вот, давайте это что-то, наверное, с одного начнем. Поэтому разрешим ходатайство? Давайте. Присаживайте. Ирина Петровна, возможности проведения судебного заседания. Уже, я представляю интересы административного ответчика прокуратуры Ахмала-Игры, Евгения Борисовича Батвенкина, по доверенности от сегодняшнего числа. Вместе с тем, второй административный ответчик в судебном заседании отсутствует, поскольку материалы административно-искового заявления затрагивают разрешение обращения административного СЦА именно ответчикам, которые отсутствуют. Считаю, невозможно сегодняшнее судебное заседание провести без второго ответчика и тех материалов, которые будут являться предметом рассмотрения данного административно-искового заявления. В данном случае, наверное, собственно, на месте поделив ходатайство административного лица представителя второго ответчика прокуратуры Ахмала-Игры, судебное заседание действительно невозможно провести без председателя прокуратуры и его председателя закона в судебное заседание откладывается до определенного дата. Истекция напишите дату до 28 ноября до 16.45. Судебное заседание будет в судебное заседание. Благодарствую, Олег Викторович. Это ваше единственное правильное решение пока что. По адресу город Сургут, улица профсоюзов 37, кабинет 437. Призываю всех распространить информацию и поддержать своим присутствием по возможности. Я рассчитываю на журналистов, которые помогут обеспечить освещение данного судебного заседания и обеспечат объективное рассмотрение дела. За последний год нами было направлено более 800 обращений, заявлений, жалоб и так далее. Всего более 8000 страниц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова